Скандал на миллионы. Тренер паралимпийской чемпионки Николь Радамакиной Владимир Спирин обратился в полицию с заявлением о хищении тренерских вознаграждений. Речь идет о пяти миллионах рублей, которые по правилам должны поделить поровну. Однако на деле всю сумму получила второй тренер Николь, Марина Вострикова. Делиться солидным кушем она не собирается, игнорирует при встречах, не отвечает на телефонные звонки. Наша съемочная группа пыталась разобраться в этом запутанном спортивно-финансовом споре. С Мариной Востриковой Владимир Спирин работал рука-обрыку с 96-го года. Первые тренерские навыки Марина получила, будучи его ученицей. Потом вместе пестовали юных спортсменов Чапаевска. Со слов Спирина, черная кошка пробежала между тренерами в 2010-м с победой Николь Радамакиной на чемпионате мира. Тогда в большой спорт мешались большие деньги. Олимпийская медаль Лондона окончательно расставила тренеров по разные стороны баррикад. Причина раздора – финансовое вознаграждение – более чем 5 миллионов рублей. На нее было оформлено, она вначале сказала, что все, поделимся, а сейчас сказал, что не буду делиться. То есть она скрывается? Да, ну как скрывается? Не то, что она не скрывается, в общем-то, она сказала, что я не буду делиться. Склад мой, конечно, большой, огромный. Чем-то тренировочным процессом осуществлял, в общем-то, я и все планы, все готовил. Марина Ивановна на сборы ездила с Николь, конечно. Ну, типа менеджера была. Договорные отношения между Спириным, Востриковой и их подопечной были заключены в 2008 году. По документам Николь тренировали оба. Однако в лондонских списках фамилии Спирина не оказалось. Хотя сама спортсменка утверждает, что к олимпийской медали ее привел именно Владимир Степанович. Тренер был Владимир Степанович. То есть он писал планы, тренировал меня полностью дома. А Марина Ивановна больше занималась такой письменной работой. Владимир Степанович уже возраст, так скажем. Как бы это обидно для него не звучало. И у него здесь очень много дел, так как он, как называется, депутат. Поэтому у него не было возможности со мной есть. Этим занималась Марина Ивановна. То есть на сборах, на всех соревнованиях была со мной она. Но опять же все планы, все было под контролем Владимира Степановича. Марина Вострикова видит в победе Радамакиной свои заслуги. Когда он приехал с последних сборов с Новогорска, он пришел в департамент спорта. Это мне уже потом сказали. И там во всеуслышании всем говорил, что Николь нулевая. Никаких медалей от нее не ждите. Ничего она не сможет показать. Понимаете, он мне ее отдал в Лондон. Все, она в разваленном состоянии была. И мне стоило столько труда, усилий с врачом команды разговаривать. Я от нее вообще не отходила, чтобы что-то с Николь сделали. Однако, по словам Николь, Вострикова выжимала из легкоатлетки все соки, стараясь лишний раз заработать на спортивных достижениях. Говорит, отношения перешли в финансовую плоскость задолго до Олимпийского Лондона. Когда мы не заявлялись на какие-то виды на чемпионате Европы, из-за того, что надо было готовиться к Олимпиаде, и было куча травм, но они были также, эти виды, как сказать, вознаграждаемые. Марина Ивановна почему-то думала, что она может без моего и без ведома Владимира Степановича заявлять меня. То есть, естественно, там уже на соревнованиях, когда я стою в протоколах, во всех заявках, я уже не могла отказаться. Каким образом решить финансовый спор, когда взаиморасчеты между тренерами не оформлены юридически? Ответ на этот вопрос предстоит найти участникам конфликта в ближайшее время. Дело о тренерском вознаграждении, возможно, получит продолжение. Владимир Спирин подал заявление в полицию. Марина Вострикова считает, что правда на ее стороне. 13 ноября пришли деньги на мой счет. И вот тогда я Владимиру Степановичу сказала, что Владимир Спирин, деньги пришли. Он мне говорит, ну давай, когда ты мне их отдашь? Я говорю, Владимир Спирин, я вам отдам только при одном условии. Он каком? Я ему говорю, Владимир Спирин, я хочу, чтобы мы все втроем столкнулись, я, вы и Николь, и заключили договор на следующие 4 года на Рио-де-Жанейро, что мы снова работаем вместе. Они не захотели со мной вместе работать. Ну, чё ж теперь? Алена Алешина, Александр Дудко. Новости губернии. Чапаевск. Продолжение следует.